В память о героическом подвиге жителей, которые ковали победу в тылу, в Самаре открыли масштабную стелу город трудовой доблести. Лучший староста, спортсмен и интеллектуал. В Самаре вручили премию студент года. Легендарная восьмерка на улицах города. Зачем в областную столицу доставили военный вертолет Ми-8? Подвиг людей, который оценен по достоинству. В Самаре состоялось торжественное открытие стелы город трудовой доблести. Монумент посвящен присвоению городу одноименного звания. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Это звание присвоено городам, чьи жители внесли наибольший вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Установлен мемориал на аллее трудовой славы. Это место было выбрано народным голосованием. С торжественной церемонией репортаж нашей съемочной группы. 26-метровый монумент и 10 информационных пилонов. Такой предстала стела город трудовой доблести перед самарцами и гостями города на проспекте юных пионеров на аллее трудовой славы. Это место выбрали сами горожане народным голосованием. Сегодня состоялось торжественное открытие памятного знака. Эта дата была выбрана не случайно. 80 лет назад в этот день первый самолет Ил-2, собранный в Куйбышеве, совершил первый тестовый вылет. Преодолевая огромные трудности, люди в кратчайшие сроки монтировали оборудование и уже через 1-2 месяца начинали производство. Часто под открытым небом. Мы помним о каждом, кто работал в тылу. Чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня. Увежден, что и боевой, и трудовой подвиг наших ветеранов – это фундаментальная основа воспитания настоящих патриотов своей страны. Стелу установили в честь присвоения Самаре звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин летом 2020 года. Областной центр в числе первых был удостоен такого высокого звания. В тяжелейших условиях военного времени жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта, для победы над ненавистным врагом. Во время войны против фашистских захватчиков Куйбышев стал одной из важнейших индустриальных баз страны. В первую очередь это касалось производства самолетов. В Куйбышеве выпустили около 30 тысяч Ил-2, или 80% от всего объема собранных штурмовиков. Также в городе быстро наладили выпуск боеприпасов. Каждый третий артиллерийский снаряд и каждую пятую авиабомбу поступившие войска изготовили труженики из города на Волге. В тот момент решались важнейшие стратегические задачи. И они ложились на всех тружеников. На тружеников наших заводов, на тружеников села. Герои, которые над всем этим работали, не думали ни о цифрах и ни о славе. Они делали все для того, чтобы приблизить долгожданную победу, не жалея для этого ничего. На церемонии к почетным гостям и горожанам обратились представители трудовой династии Гомзиковых-Подлегаевых-Скатынянских, чей общий стаж работы на двигателестроительном заводе более 200 лет. А с экрана самарцев поздравили ветераны Великой Отечественной войны и руководители предприятий, которые внесли значительный вклад в установку монумента. Эта стела, которую мы сегодня с вами открываем, это дань уважения и памяти нашим прославленным землякам. Отдельные слова признательности всем тем людям, которые помогли реализовать этот поистине исторический проект. После церемонии открытия почетные гости возложили цветы к стеле, а после осмотрели пилоны мемориала. Небольшую экскурсию провел доктор исторических наук Александр Репенецкий. Он рассказал о том, что изображено на монументе, который увековечивает вклад жителей Куйбышева в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин, Сергей Баскин. События. О том, что Самаре присвоили статус города трудовой доблести, ученики 53-й школы решили рассказать на экскурсиях, для которых разработали специальные маршруты. Проект «Широко шагая по улицам Старой Самары», который подготовила городская лига волонтеров, занял первое место на всероссийском конкурсе в номинации «Молодежный формат». По задумке авторов, семь туристических маршрутов будут знакомить жителей города с трудовыми подвигами куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Проводить экскурсии будут сами школьники. Поскольку это молодежная среда, и дети вместе для своих же детей, своими способами пытаются донести эту информацию, поэтому продумываются не просто какие-то скучные, нудные экскурсии, а они продумываются в виде интересных квестов, путешествий, когда перемещаются с одной станции на другую, выполняются различные интерактивные задания. Вы ведь и поощрите лучших за достижения в науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. В Самаре подвели итоги областного конкурса «Студент года». Церемония прошла в десятый раз. В торжественном награждении принимали участие губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. О победителях этого года расскажем в следующем сюжете. Полина Шацкая – студентка медицинского университета. Победила не только в номинации «Интеллект года», но и взяла главную награду конкурса. Девушка занимается изучением постковидного синдрома. Ее работы на эту тему уже публиковали авторитетные медицинские журналы. Теперь Полина официально студент года 2021. Я очень горжусь тем, что мне предоставилась такая честь представлять, во-первых, свой университет, а во-вторых, продемонстрировать всей области на то, что я способна. Это очень здорово. Награду студенты получали не только в личном зачете, но и в командном. Военно-патриотическое объединение «Сокол» стало лучшим в номинации «Патриотическое объединение года». Клуб объединяет пять отрядов, среди которых волонтеры в погонах, боевое братство, поисковый отряд, стрелковый клуб. Все они регулярно участвуют в проведении организации патриотических акций, соревнований, праздников на территории региона. Мы участвуем в параде ежегодно 7 ноября и 9 мая в различных перекличках постов, различных военно-патриотических конкурсах, которые проходят и в данный момент в онлайн формате. И очно мы участвуем во всех мероприятиях, связанных так или иначе с исторической деятельностью и, естественно, с военно-патриотической деятельностью. В этом году прислали более полутора тысяч заявок из 80 учебных учреждений области, что стало абсолютным рекордом конкурса. Новшество этого года – очный этап, трехдневный выезд с насыщенной конкурсной творческой и образовательной программами. Я надеюсь, что вы поделились опытом, наверное, приобрелись соратников в реализации своих идей, своей мечты и, конечно, обрели новых друзей. В этом нет никаких сомнений. Да, студент года конкурс и призван к тому, чтобы объединять людей, людей творческих, людей небезразличных ко всему происходящему. И я рад, что конкурс так успешно развивается на территории нашего региона. Победители определили в 13 номинациях, среди которых «Доброволец года», «Спортсмен года», «Староста года», «Студенческая СМИ года» и другие. Конкурс состоялся в десятый раз. За это время участниками стали более трех тысяч студентов вузов и СУЗов. На протяжении десяти лет мы видим замечательные, молодые, талантливые, целеустремленные лица, которыми мы любуемся и гордимся. Я поздравляю всех участников, всех номинантов, всех победителей этого конкурса. Убеждена, что те знания и опыт, которые вы получили во время проведения конкурса, вам пригодятся в дальнейшем. Поздравляли участников конкурса и профессиональные спортсмены, космонавты, депутаты Кубернской думы, а также лауреаты конкурса прошлых лет. Все победители регионального этапа будут представлять Самарскую область в российской национальной премии «Студент года-2021». Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Легендарную «восьмерку» вертолет модели Ми-8МТ привезли в столицу региона. Его доставили из Сызрани для обучения курсантов военного учебного центра при Самарском университете имени Академика Королева. Как проходила транспортировка машины и как вертолет встретили студенты и преподаватели, увидела Гульфия Сафина. Более 30 лет курсанты Сызранского вертолетного училища обучались на нем искусству пилотирования. Теперь у него новое призвание – стать наглядным пособием для студентов Самарского университета имени Королева. Самый массовый в истории авиации вертолет Ми-8 доставили в сердце Самары. Благодаря этой машине курсанты военного учебного центра, который создан при ВУЗе, будут знакомиться с устройством легендарной «восьмерки». Действительно долгожданное событие. Вертолет поставлен по линии Министерства обороны. Директива подписана командующим военно-воздушными силами. Теперь будет обучать наших курсантов. Здесь навык и в области эксплуатации планера, вертолета, двигателя, в области эксплуатации авиационного вооружения, авионики, в области эксплуатации радиоэлектроники. Все будут делать своими руками. Проверять, закреплять, ну и потом показывать, что они получили, что они знают. Чтобы доставить в учебный центр вертолет, пришлось разобрать на части. Шасси, топливные баки, лопасти и даже хвостовую балку. Согласно программе обучения, курсанты, которые проходят военную подготовку при университете, должны получать практически навык на авиационной военной технике. И Ми-8МТ является универсальной машиной для изучения. В ангаре учебного центра уже есть два истребителя МиГ-29. Теперь к ним присоединится и Ми-8. Конечно, самолет мы изучаем на самолете, а вертолет нам приходится по книжкам изучать. У нас есть двигатели, отдельные узлы, элементы, но когда целый вертолет привозят, это, конечно, очень интересно. Хотелось бы в кабине посидеть, в любом случае подергать элементы управления. Но, с другой стороны, специальность у нас двигательная. Хотелось бы узнать, как устроен двигатель и в том числе редуктор. Все-таки это сердце вертолета. Мы даже выбежали во время подготовки. Нам разрешил товарищ майор. Ми-8 впервые в истории совершил полет в 1975 году. Позже модель проходила неоднократную модернизацию. Сегодня транспортно-боевой вертолет активно эксплуатируют в 50 странах мира. Известен он и тем, что способен работать в условиях Арктики и Крайнего Севера. Гульфия Сафин, Сергей Баскин. События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Минсельхоз разрабатывает меры для снижения цен на продукты в регионах. Что собираются предпринять? Об этом расскажу сразу после прогнозов о восстановлении мировой экономики. 2022 станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до появления COVID-19, рассказывают аналитики. Одновременно эксперты предупреждают о рисках, которые должны будут учитывать инвесторы. Речь идет в частности об усилении геополитической напряженности в Европе и Азии, надвигающемся энергетическом кризисе, неопределенности в отношении высокой инфляции и нормализации денежно-кредитной политики. Минсельхоз России ведет работу по стимулированию увеличения производства продукции АПК и обеспечению стабильности на продовольственном рынке. В следующем году планируют запустить новый федеральный проект по поддержке овощеводства. На ускоренное развитие отрасли дополнительно направят порядка 5 миллиардов рублей. Сдерживать рост цен на продовольствие планируют за счет ограничения торговых надбавок, проведения сельхоз, ярмарок и увеличения посевных площадей, компенсации затрат на корм для крупного рогатого скота. На это планируют выделить до 10 миллиардов рублей. Напомню, что цены на продукты в России растут весь год, причем дорожает все от хлеба до красной икры. Особенно это стало заметно в преддверии новогодних праздников. По подсчетам экспертов, в этом году из-за подорожания продуктов салат оливье обойдется на 15% дороже, чем в прошлом году, а сельдь под шубой на 25% дороже. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России уже в ноябре ускорилась до 8 с лишним процентов, что в два раза больше целевого показателя Банка России. Россияне массово скупают золото. За 9 месяцев года жители страны приобрели слитки и монеты общей массой в 4 тонны. Этот показатель стал рекордным с 2014 года. По словам специалистов, рост интереса к золоту связан с желанием инвесторов защитить свои накопления от инфляции. Также на ситуацию влияют нестабильность на фондовых рынках, низкие ставки по депозитам и геополитическая напряженность. Повышение интереса к золоту подтверждают и крупнейшие банки. Рост вкладов в металлические счета достигает 30% по сравнению с ситуацией прошлого года. Спрос на монеты вырос примерно в 4 раза. Золотая лихорадка происходит не только в России. Так, жители США за первые три квартала текущего года приобрели более 91 тонны драгметалла, что на 79% выше показателей предыдущего года. В Китае рост составил 54%, а там скупили 208 тонны. А в Индии приобрели 101 тонну на 24% больше, чем в прошлом году. Официальный курс доллара – 73,61 рубля, доллар растет, евро снижается в 83,12 рубля. Нефть марки «Бренд» – 74,89 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самарской области за сутки зарегистрировали 746 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 659 пациентов. Общее число заболевших в регионе – 188 191 человек. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 659 пациентов. Всего с начала пандемии из больницы выписали 137 300 человек. Уже полтора миллиона жителей прошли вакцинацию от ковида. На особом контроле семьи с маленькими детьми. Почему им важно получить иммунитет – расскажем в сюжете. Нескончаемый детский смех – три сыночка и лапочка-дочка. О такой идиллии многодетная мама Елена Персицкая из села Кошки мечтала с самого детства. Я сама из многодетной семьи. Нас было пятеро человек. Было шумно, было весело, не скучно. Вот это все. Вот как бы даже детство быстро очень прошло и весело было. И, ну, я хотела всегда большую семью. Я знала, что у меня будет около четверых, троих-четырых детей. Юнармия, дзюдо и футбол. Мальчикам нужно всестороннее развитие, считают родители, в том числе и физическое. Медали и грамоты ждать не заставили. Помогают маме с папой и по дому. У семьи большое фермерское хозяйство. Важно, рассказывает глава семейства, чтобы в этот стройный уклад не вторглась пандемия. Статистика заболеваемости детей коронавирусом только за неполный 2021 год в России составила более 570 тысяч. Вирус коснулся и малышей до года. Детей четверо у меня. Три мальчика и девочка. Все спортсмены учатся. Я прошел вакцинацию в июне месяце. Подвигло здоровье моих детей. Здоровье матери и ребенка в регионе сегодня в особом фокусе внимания врачей. Чтобы дети не заразились от родителей, взрослым важно вовремя сделать прививку, подчеркивают эксперты. На сегодняшний день все получатели социальных услуг, с которыми работает комплексный центр, также мотивируются на вакцинацию. Но наши сотрудники оказывают также волонтерскую помощь. Это из отряда серебряные волонтеры. Они обзванивают пожилых граждан, которым нужно прийти на вакцинацию или на ревакцинацию. Люди с пониманием относятся к этой теме. Знают, что действительно прививка, которая сделана вовремя, помогает. Медики напоминают, прививка пока единственный и эффективный способ защитить себя и обезопасить близких от ковида. Гульфия Сафина. События. 31 декабря истекает срок, в течение которого турагентства должны выполнить обязательства перед туристами, купившими путевки в начале пандемии и не улетевшими из-за локдауна. Согласно постановлению правительства, до этого времени они должны либо предоставить тур с аналогичными условиями проживания и питания, либо вернуть деньги. Как правило, турагентству говорят, что денег у них нет, но они готовы предоставить путевку. Вот только такой отдых не всегда радует туристов. Для семьи Карецких несколько дней на Средиземноморском побережье обернулись кошмаром. Подробности в нашем сюжете. Карецкие купили путевку в Тунис на семью из четырех человек еще в январе 2020 года. Отдых должен был начаться 1 июня того же года, но планам помешала пандемия. Страны закрылись, а в турфирме сказали, что деньги не вернут, но готовы предоставить путевку, как только путешествия возобновятся. За эти полтора года Тунис так и не открылся, поэтому семье предложили слетать в Турцию. Отдых должен был начаться 31 октября и продлиться до 5 ноября. Этот период в Турции уже считается низким сезоном. Для семьи из четырех человек с двумя маленькими детьми путевка в это время с вылетом из Москвы стоит в районе 50 тысяч рублей. Тогда как за отдых в Тунисе Карецкие отдали почти 160 тысяч, но семья с предложенным вариантом согласилась. Мы согласились, потому что мы уже отдали эти деньги и как-то вроде настроились, что все-таки надо съездить и пусть они будут потрачены на отдых. Постановление указывает определенные критерии, определение равнозначности тура. То есть это должно быть определенный перечень соответствующих услуг, перевозка соответствующая, уровень отеля, уровень питания. Все это должно быть одинаково по факту, идентично. Про стоимость в этом постановлении ничего не говорится. Накануне вылета стало известно, что отдых будет на сутки короче, чем заявлено в путевке. Разницу в турфирме обещали компенсировать. Уже в отеле гид предупредил, что вылет домой намечен на 10 утра 4 ноября. Но время может поменяться, поэтому накануне в 8 вечера нужно подойти на ресепшн и уточнить информацию. Днем 3 ноября Карецкие отправились на экскурсию, предоставленную той же фирмой, что и путевка. А вернувшись вечером в отель, подошли к гиду, чтобы уточнить время завтрашнего вылета. Но никакой информации в папке не было. И мы еще стоим, так смеемся, говорим, может, нам как-то продлили, может, мы пятого улетаем. И тут я произношу фразу. А, у меня муж говорит, да, вот тут обычно начинаются какие-то приключения. И я так, ха-ха, да мы, может, уже вообще улетели. Ну, я-то что, без задней мысли. И тут так сотрудник ресепшн поднимает голову, смотрит на меня и говорит, ну, вообще, да, говорит, вы уже улетели. Никто нас не искал, никто нам не звонил. Мы точно были в отеле в то время, когда был трансфер, когда приехал автобус. Вот точно были. И сидели в номере на связи, на Wi-Fi. Следующая ночь стала для корецких кошмаром. Они судорожно искали билеты домой. Прямой вылет в Самару на четверых стоил не менее 200 тысяч рублей. А пересадки предлагали в европейских странах, визов которой у семьи не было. Ну вот мы каким-то счастьем, рано утром, мы всю ночь не спали по очереди, там искали эти билеты. У меня вот муж нашел билеты за 93 тысячи. По возвращению на родину Корецкие отправились в офис турфирмы. Там посоветовали решить вопрос в досудебном порядке и помогли составить претензию на адрес туроператора. В течение 10 дней Корецким вернули потраченные на билеты деньги, а также компенсацию за сокращенный отдых. Здесь налицо прямая ошибка турагента, ну, туроператора, точнее, в данном случае. И, конечно, в случае, если бы они отказались от получения этих денежных средств и последствия обратились в судебном порядке, то суд, скорее всего, удовлетворил бы их требования. Юристы советуют, прежде чем приобрести путевку, проверить статус туроператора на сайте Федерального агентства по туризму. Там есть единый реестр. Компания должна быть известной и иметь на случай форс-мажора фонд страхования, что тоже отражено в реестре. Особенно важно это учитывать, если подвернулось предложение с большими скидками. Сейчас из-за пандемии долги туроператоров составляют 25 миллиардов рублей, при общем фонде страхования в 7 миллиардов. Есть вероятность, что туры с большими скидками продаются не только потому, что раннее бронирование билетов и отелей действительно проходит с большим дисконтом, а потому что компания пытается закрыть текущие долги за счет поступления от бронирования, которые делают на полгода вперед. Всегда, когда выбираете туроператора, ориентируйтесь на сайт Ростуризма. Огромное количество информационных систем, в которых можно посмотреть и действительно убедиться, действующий это оператор, насколько у него есть обеспечение и можно ли ему доверять. Если туроператор банкротится, об этом информация в первую очередь публикуется на сайте Ростуризма. И, конечно, сейчас, покупая тур, не стоит жалеть денег на страховку от невыезда. Но при этом нужно внимательно читать договор страхования и настаивать на том, чтобы в него были включены все возможные опции. Самые распространенные причины невыезда сегодня – это болезнь отдыхающего, локдаун в принимающем государстве и финансовые проблемы у туроператора. По всем этим опциям покрытие стоимости тура должно быть полным. Также страховая компания должна по договору помогать отдыхающим, если кто-либо из них заразился ковидом в отпуске и находится на карантине или в больнице. Здесь нужно решать вопрос с размещением, при необходимости с больницей и с билетом обратно. По факту, при правильно заключенном договоре все эти расходы и процессы оформления берет на себя страховая компания. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Любимой Самаре в областном художественном музее открылась выставка, где представлены картины из Золотого фонда и те, что написал знаменитый самарский купец Константин Головкин. Когда можно увидеть работы, расскажет Мария Левина. Константин Овчинников – правнук знаменитого Константина Головкина. На открытии выставки, посвященной 150-летию со дня рождения именитого прадеда, признается, чувствует себя волнительно. Про родственника рассказывала бабушка, потом, конечно, начал копать сам. Бабушка любила летом путешествовать на речном трамвайчике, скажем, от речного порта до Гавриловой поляны. И когда мы проезжали мимо советской армии, показывала дачу, говорила, что это прадедушки на даче. Ну, вот так, наверное, знакомство началось. Столетия назад в этом здании на Куйбышево располагался филиал столичного банка. В мраморном зале хранили свои капиталы крупнейшие купцы губернии. Сегодня здесь располагаются не менее ценные экземпляры. Более полусотни работ кисти самого Константина Головкина. Еще и картины из Золотого фонда художественного музея, который собирал когда-то известный самарский купец и меценат. У него была очень важная идея. Он хотел сделать музей, обогатить искусство, произведение. Он был такой культуртрегер, в хорошем смысле этого слова. Он хотел в Самаре, был просветителем Самары. Выставку готовили три года. В следующем году ее представят московским зрителям. Подготовка очень серьезная, потому что многие вещи, представленные в экспозиции, увидели свет впервые. Это была работа с фондами, это была работа нашего реставратора. Мы оформляли, мы подбирали. И я думаю, что любой, кто сюда придет, его ждет открытие. Самарцы могут увидеть работы до конца января. Сейчас в музее определяют день, в который посещение выставки будет бесплатным для всех жителей, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть шедевры, созданные человеком-легендой. За информацией следите в соцсетях музея и на сайте Самары ГИС. Мария Ильевна, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»